Заплати налоги и спи спокойно. Слова из известного рекламного ролика приходят на ум всякий раз, когда наступает налоговое время. Последний месяц осени добропорядочные налогоплательщики стараются заплатить все налоги. Это они могут сделать через интернет или придя сюда в федеральную налоговую службу. Сегодня в налоговое людно цель почти у всех одна – заплатить имущественный налог. Уведомления начали приходить еще летом. Налоговые уведомления направлены налогоплательщикам в электронном виде. Тем гражданам, которые зарегистрированы в личном кабинете налогоплательщика, все налоговые уведомления и платежные документы направлены в электронном виде. Если граждане не зарегистрированы в личном кабинете, то они получают налоговые уведомления и платежные документы на бумаге по почте. Если по какой-то причине платежики не получили налоговое уведомление, им необходимо обратиться в налоговую инспекцию. Пенсионерка Александра Федорова не получила уведомления на земельный налог и приехала из Москвы, чтобы решить этот вопрос. У нас дом в частях, в долях. Одна доля пришла, мы оплатили, а вторая доля пока не пришла. Ждем, выясняем обстоятельства. В этом году налогоплательщики получили уведомления в измененном виде. Теперь они имеют исчерпывающую информацию по налогам. Сами же уведомления высылаются по месту жительства. Здесь будут содержаться все объекты, которые имеет гражданин на территории Российской Федерации. Это может быть земля, транспорт, имущество. Все будет в одном налоговом уведомлении. Эти изменения вызывают множество вопросов у налогоплательщиков, поэтому многие приходят сюда именно за разъяснениями. Не все граждане понимают это сводное налоговое уведомление. Оно достаточно непростое, поэтому такое огромное количество людей сейчас в инспекции. Приходится буквально рассказывать, что в какой графе и по какому принципу оно формируется. Мы немножко не поняли и пришли, нам все объяснили. Переспросить. Спросить, все переспросили. Все разобрались, вы смотрели. Да, 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 все, спасибо. Объясняют очень хорошо, спасибо. Спасибо. Платить налоги надо вовремя, считают многие из пришедших, не дожидаясь штрафных санкций. Некоторые даже рассуждают философски. Все взаимосвязано. Это как растение. Его нужно вовремя полить, тогда оно вырастет, принесет плоды и так далее. Потому что как приходить за яблоками, если ты когда-то не полил. Вот и так далее. Так же и город, это единственный, единый организм такой, где нужно, все должно поддерживать друг друга. Все больше становится тех, кто оплачивает налог через личный кабинет в интернете. Сами сотрудники инспекции стараются сделать так, чтобы это число приблизилось к максимуму. Ну а создать свой личный кабинет несложно. Необходимо обратиться в налоговую инспекцию, получить доступ к личному кабинету, получить пароль. Далее поменять этот пароль. Ну и пользоваться услугами в электронном виде. Интернетом, как правило, пользуется молодое поколение. Старшие чаще приходят в налоговый орган лично. Скажите, до 1 декабря нужно налоги заплатить. Уже успели? Да, я уже заплатила. А каким способом платите? Лично приходите или через интернет? Через Сбербанк. Через Сбербанк я заплатила, потому что через интернет у нас не получилось заплатить. Через интернет. Удобно мы это считаем? Да. У меня дочь просто занимается, и все транспортные, и все налоги. Интернет? Почему? Ну так легче просто. Я сама хожу. Через интернет я просто не очень умею им пользоваться, извините. Выбирать вам, каким способом оплатить налоговую сумму. Но сделать это необходимо до 1 декабря. Татьяна Бурлова, Владимир Бижунов, Сергей Ларин, Видное ТВ.